Добрый ранец Добрый ранец За этот час шпиталь зарабил значный крок наперед Мы оснастили наш гост с современным оборудованием Приобрели современный компьютерный Очень высокого класса два экспертных УЗИ-аппарата Энтоскопическое оборудование И на сегодняшний день мы являемся одним из лучших учреждений здравоохранения Гомельской области Сфера ховы здоровья – важная частка социальной инфраструктуры державы А от эффективности работы залежит самое дорогое – здоровье людей Белорусская медицина за прошлые годы значно рухается наперед Однако разом с укоронением самых найновших технологий Не треба забывать и про развитие системы оказания медпослуг на початковом УЗРОВНИЕ Я надеюсь, что на этом собрании будут высказаны настоящие целевые направления движения нашего государства В том числе и по здравоохранению Будет отдано большое внимание развитию высокотехнологичных операций Медицине, села и, прежде всего, первичному звену Потому что без первичного звена не может быть никаких операций высокотехнологичных Нагадаем, что на усебелорусском народном сходе Гомельскую область представят 350 делегатов Перед высшейшей эдукацией Беларуси открываются новые перспективы В НУ Украин Евросоюза готовы поделиться в опытам по практике арендованной подрыхтовцы специалистов Миновита об этом ишла размова подчас дискуссии, проведенной в Гомеле Дискуссии об тем, как получить эдукацию и практику ведутся не первый год и не только в Беларуси Долгий час в нашей стране гучал аргумент на конт переваги советской школы А тому изменять нечто небыто не потребно Помолковость таких подыходов стала зрозумелой с разведением рыночных относинов Сегодня уже никому не потребны просто специалисты с дипломами, навод червонами Когда выпускник ВНУ, а дарваны от практики, в учить его несколько лет никто не ожидает И это реальность, которую необходимо улучшать Сегодня бизнес более требовательный к новым кадрам И выпускники современных вузов уже не всегда могут, безусловно, найти работу Им приходится доказывать свое право работать в какой-то более-менее приличной компании Где они смогут какие-то деньги получать И мы хотели бы, чтобы образование, которое получали белорусские студенты Оно было бы более приближено к тем потребностям, которые существуют у бизнеса Проблема практика ориентованного навучшания сегодня актуальная не только для нас Для краин, где узровен беспрацов, если род молоди у разы превышает белорусские показчики Яна куды больше в остраем Разом с тем, гэты факт примусил активно шукать выйти Что дозволило выпрацывать широк конкретных пропанул Пакур тяжко сказать, насколько примальными яна окажутся для Беларуси Али видовочно, что нам есть чему повучиться у инших Увога лишь зараз, как прийти до некой одзиной думки Необходно у Себакова оценить ситуацию по некоторых накерунках По-перше, потребности предприемствам у тым лику приватных, у молодых специалистах По-другое, махчимые шляхи взаимодействия бизнесу и высшейших научальных установ Плюс удосконаливание самой системы бизнес-эдукации з уликом сусветного опыту После долучения у минулого года Беларуси до балонского процесса И початка интеграции айчинной высшейшей адукации у европейскую систему Гэта стала еще больше махчимым В Европе есть заинтересованность обмена опытом Передача каких-то лучших практик и примеров Так, например, в ноябре прошлого года приезжали в Беларусь представители Великой хартии университетов и Совета Европы Чтобы провести семинар по имплементации балонской карты, которая есть для Беларуси То есть они очень открыты к сотрудничеству и готовы помогать где-то возможным Олег Сентяров, Евген Пабалавец, Игорь Марышенко, Беларадокампания «Гомель» Сегодня означается Международный день обороны детей Мероприемства отбудутся во всех районах Гомельской области Так у Костюковцы не только отзначит свят, алей распочнуть летнюю оздоровленчую кампанию На стадионе физкультурно-оздоровленчого центра будут працевать спортивные и гульнявые пляцовки Отбудутся майстры-классы, выставы детячей творчасти Подчас святочного концерта, который отбудется в Палаце культуры Костюковка Перед глядачами выступят юные артисты До речи, у Гомеля отбылось профилактическое мероприемство по правилам безопасности Оно было проведено с упрацовниками Министерства по надзвучайных ситуациях Республики Беларусь У рамках республиканской акции «Не покидайте детей одних» Далучились до мероприемства так само представники Державного комитета судовых эксперты Из Республики Беларусь по Гомельской области Под рабязностью нашим наступным сюжете Наступили долга чаканы и летние каникулы Ах, это значит, что зараз самый час ясчераз нагадать детям о правилах пожарной и особистой безопасности Министерство по надзвучайных ситуациях Республики Беларусь Инициировало республиканскую акцию «Не покидайте детей одних» Ее головная мета – простекавые сустречи, гульние конкурсы Рассказать детям про небеспеку, якую могут нести у сабе огонь и вода А так само про то, чем могут обернуться детячие свободы Батькам их громадскости у свою шаргу нагадать Шагом уже каштовать им гнение, коли покинуть детей без нагляду Самая простая вещь – это не оставлять детей без присмотра По большому счету нет никакой разницы, остается ребенок на полтора часа один или на десять минут Были случаи, когда мама оставляет ребенка одного, выходит во двор на десять минут, чтобы повесить белье И происходит пожар, какая-то другая беда Есть случаи, и они, к сожалению, не редки, когда дети выпадают из окон Долучились до акции так само представники Держанного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области И они наглядно продемонстровали детям макеты небеспечных выбуховых прилад и боеприпасов часов Великой Айчинной войны Ребята убачили модели палеоничных и боевых патронов, супрайтанковых и супрайт пахотных мин и шмат иншаха У всех эти экспонаты были знозены у земли, я не выкликаюсь, у школьников великое захопление Однако детям не обходно за все депамятать Подобные знаходки несут серьезную погрозу житию Это дети небольшого возраста, поэтому на данном этапе хотя бы просто показать, как эти предметы выглядят И что с ними первоначально необходимо сделать Это в первую очередь нельзя их трогать, нельзя их бросать в огонь, забирать домой, а позвонить необходимым органам милиции, МЧС Подобные профилактические акции будут ладиться и далее, формы их проведения могут быть самыми разными, але головная идея застается неазменной Примусить детей и их батьков серьезно задуматься над этой житево важной информацией, как у дальнейшем никогда про ее не забывать Вероника Ворошилина, Настасья Кучинская, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель» У городским поселку Октябрьске протягивается подрыхтовка до фестивалю фольклорного мастацтва «Берагиня-2016» По коль он мая статус республиканского, хоть селета у делу им проймают уже коллективы с 7 краин света С программой света ознайомился Олег Синцерову У першиню фестиваль «Берагиня» прошел в 1998 году, селета он уже 9-й по лику Это уникальный фестиваль, який из мероприемства районного масштаба пераутворился у важную падею культурного життя Беларуси У гэтым годзе сиротудельников аутентичная гурты из нашей краины, а так само самобытная ваканавца с Сербии, Чехии, Польши, России, Литвы и Украины Усяго у святочных выступлениях селета примуть у дел в почах 900 самодельных артыстов У зорной десячей коллективу Рудобельской зорочке неазменный удельник «Берагиня» По опошний час состав, правда, значно изменился, але тут все ровно спадеются на доброе выступление У речи отриманные ранее узнагороды обовязывают Лауреат, гран-при, диплом комиссии Республики Беларусь по справам ЮНЕСКО Нашему ансамблю пошанцевало выступить перед президентом Улясковича Петриковского района Александр Григорьевич дал высокую отзнаку нашей працы и сказал, что мы на правильном шляху Что дети проникаются своей историей, краю своего, своими коронями, традиционной культурой Основная задача Республиканского фестиваля «Берагиня» – поддержка народной творчести, захование мастерской культуры и долучение до фестиваля В этом году фестиваль мастерства «Берагиня» пройдется с 23 по 26 червня При потребности Министерства культуры Беларуси и Гуменского Аблоконкама, а так само под патронатом ЮНЕСКО У программе свята майстер-классы по народных спевах и танцах, круглый стол на контрразвития в Беларуси фольклорного руха и навык рыцарские споборницы Але самое главное – все ж таки выступление коллективов для того, как трапить на фестиваль, им, до речи, пришлось пройти достаточно строгий отбор Делаем свой в районе отбор, области производят свои какие-то зональные отборочные туры И, конечно, при приглашении зарубежных коллективов мы смотрим то, чтобы коллектив, конечно, соответствовал основным направлениям, жанру фестиваля Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель», Октябрьский район Подрыхтовка до республиканских фестивалей фольклорных амастатств «Берагиня-2016» Патрымка культуры в регионах и работа с талиновитой молодзю Об этом не только сегодня пойдет размова в программе «Деалог» Гостем студии будет начальник отдела идеологичной работы культуры и по справах молодзи Октябрьского района «Канкама» Программа «Святлана Беразоуская» Программа выйдет в эфир одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-4» У 18.01.45 хвилин Свое питание вы можете задать по телефону вашей по номеру промога эфиру «У Гомели» 77.68.45 И об спорте У Гомели завершилась финальная серая чемпионата Беларуси по мини-футболе за бронзовые узнагороды Нагадаем на их претендовали столицы и Гомельский ВРЗ Супредстояние дожилось до двух перемог Первый матч у Минску гомельчане проиграли 2-4 Нажали у другим домашним поединку подопечные Анатолия Новского не сдолили взять реванш Сергей Негиревич с подробностями После выездного поражения у Минску у гомельчан уже не было форы Столица, зразумела, так само не собиралась упускать медали Потому поединок пройшел напруженно на сустречных курсах И уже на другой хвилине матчу ВРЗ подарил надею, коли повел улику Первый тайм с минимальной перевагой Ле так и застался за господарами пляцовки Команда обученная, команда очень дисциплинированная С хорошими исполнителями Я в начале сезона посмотрел несколько матчей этой команды И я был уверен, что команда не просто попадет в плей-офф Я был уверен на 100% что команда будет биться за медали Так и получилось На другой тайм гости вышли с видовочным имкнением переломить гульню И уже на третьей хвилине тайм, а я не узнавили паритет Цикурышвили бездакорно пробился штрафного Скрузюсь у оборону, пославши мяч под перокладину А праз ящетры хвилины капитан зелено-чорных Черник Вывел свою команду наперед далеким низовым ударом Гамильчане старались скористать любую махчимость адыграться Але безпаспяхова А не у забави пришел и третий гол столицы Тапейра удала открылся под своего бразильского коллегу И выиграл дуэль с галкипером На 33-й хвилине у реште увенчался поспехом Чарговый набег господаров на вороты гостей Удар Матьвейнки досягнул мэты 2-3 Але на этом и все Не допомогла и замена галкипера пятым полевым гульцом Столица выстояла и у другий год запар стала бронзовым призером чемпионату Беларуси Мы знали силу соперника ВРЗ Поэтому очень тщательно мы готовились к этой команде Знали, что команда с таким почерком своим, со своим рисунком Ну и если результат положительный, значит тактику, которую мы выбрали на эту серию Значит она правильная и принесла нам результат Игра всегда строится на ошибках противника, кто реализует Поэтому в Минске как бы больше реализовала свои моменты столица Здесь, считаю, уступили в Гомеле при равной игре абсолютно Создали моментов, ну как минимум не меньше, а может и больше Единственное, реализуют, надо забивать Из этого всего по чуть-чуть и складывается результат Но тем не менее, я считаю, мы в этом сезоне достойно представили вагоностроительный завод гомельский в этом чемпионате Тут тяжко не сгадиться. Команда, яка у сего-другий год гуляет в высшей шелизе Навязала серьезную борьбу лидерам белорусского мини-футбола и навод лет не завоевала медали Верится, что у знагороды для ВРЗ только питание часу Что ж тышится от чемпионского титула, его лес может выращиться уже в четверг у лиде Мясо вылит Сельмаш за разведе усердно трех перемог со столичным мапидом с ликом 2-0 Сергей Негеревич, Максим Славин, телерадиокомпания Гомель И на этом ранешний информационный выпуск телерадиокомпании Гомель завершенный У студии працевала Наталья Игнаценко Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня До новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова